коллеги мы продолжаем с вами работу с вами ваш финансовый гуру владлен сесун и мы продолжаем разбираться в удивительном мире финансов мы с вами приоткрыли завесу над несколькими назовем так финансовыми фокусами которые помогают выживать начинающему предпринимателю опытному предпринимателю сегодня мы уже двинемся немножечко вглубь поговорим о более сложных категориях но очень важны мы с вами поработаем на стыке между финансами и маркетингом финансами и бизнес-идеей поговорим с вами о таком понятии как переменные и постоянные затраты и вновь я представляю себя вас сидящим с другой стороны монитора и немного грустнеющий ваш взгляд и особенно если вы учились например в экономическом вузе вы когда-то уже это слышали и говорили я очень быстро постараюсь вам показать что это очень важно и здесь нет скучных понятий это то что поможет вашему бизнесу хорошо зарабатывать и так что такое постоянные затраты это те затраты которые существуют у вашего бизнеса всегда в любой день в любой момент независимо от того работаете вы или нет и главный нюанс не в зависимости от того пришел клиент или нет например если у вас пиццерия если у вас копировальный центр если у вас спа-салон кофейня арендная плата за помещение является у вас постоянными затратами если ваши сотрудники работают на ставки или их зарплата на 90 процентов это ставкой маленькая прибыль вот эта ставка это тоже постоянные затраты один мой коллега очень известный финансовый специалист украине однажды очень правильно на мой взгляд точно охарактеризовал постоянные затраты для предпринимателей это голодные собаки живущие у него дома нужно сначала заработать на покрытие постоянных затрат а потом уже появится слово прибыль в противоположность им существуют понятие переменные затраты если вы выпускаете пиццу это затраты на изготовление конкретной пиццы чем больше вы выпускаете пицц тем больше у вас переменные затраты и здесь образуется удивительный парадокс смотрите чем больше пицц мы выпускаем тем в течение дня сумма переменных затрат будет выше вернемся к первому слайду вы видите здесь показано как растет динамика переменных затрат чем больше мы производим тем больше сумма переменных затрат при этом на единицу товара они вообще не меняются в противоположность этим затратам постоянные затраты обладают другим свойством так называемым эффектом масштаба они не меняются по сумме течение какого-то периода например постоянные затраты на аренду в течение дня недели месяца неизменны но чем больше клиентов у вас есть чем с большим количеством клиентов вы работаете оказываете им услуги или продаете товары тем на единицу товара на единицу услуг эти затраты становятся меньше и меньше научитесь находить рассчитывать постоянные переменные затраты на единицу товара это откроет вам не просто умение рассчитывать правильно себестоимость или цену товара но позволит вам принимать совершенно новые интересные и маркетинговые и управленческие решения как подробнее рассчитать себестоимость как рассчитать правильно цену как использовать принцип гибкого ценообразования плавающей себестоимости вы можете подробнее узнать на нашей программе программе bcl финансы для собственников малого и среднего бизнеса на которую мы вас с удовольствием приглашаем но какие именно непосредственно простые решения вы можете вынести уже сегодня я хотел бы вам характеризовать на следующем примере в рамках очень интересной стажировки в соединенных штатах мне удалось поработать несколько недель в крупном торговом центре где центральным таким его звеном являлся так называемый food court это место куда стекался огромное количество покупателей пытающийся вкусно перекусить характерной особенностью было то что огромное количество разного рода мини ресторанчиков было представлено на одной площади там было все что хотите даже украинские вареники там было макдональдс бургер кинг любая европейская азиатская кухня то есть порядка 30 точек главная проблема для клиента была проблема выбора очень многие из них длительное время вращались по кругу пытаясь найти где же что-то приобрести но на мой взгляд с точки зрения умения оперировать постоянными и переменными затратами пусть даже не с помощью расчетов а интуитивного понимания наиболее правильно работал небольшой китайский ресторан в чем состояла особенность их работы в том что когда у них перед ними заканчивались клиенты один из мастеров брал небольшую сковородку бросал туда такое очень вкусное терпкое блюд блюдо которое называется курица терияки вставлял несколько зубочисток выныривал из под прилавка выходил вперед клиентам которые искали что же попробовать и начинал их угощать смотрите в этот момент вы несете некоторые маленькие затраты это очень небольшие затраты которые вы отдаете сейчас клиенту бесплатно но почему это очень правильное действие блюдо очень специфично очень вкусная когда вы его попробовали вы тут же принимаете решение стать к этому прилавку создав небольшую очередь из пяти шести человек мастер нырял под прилавок продолжал их обслуживать и как только оставался один клиент этапов процедура повторялась еще раз еще раз и еще раз каждый раз на то чтобы привлечь пять клиентов например он угощал или даже можно сказать немного кормил человек 30-40 парадоксально но даже там как мы привыкли сравнивать в развитой экономике большинство ресторанчиков не делала так как они все сидели и ждали клиента потому что были просто исполнителями они не были предприниматели остальные ресторанчики были сетевые только здесь фактически собственник он же был и менеджер он же был работник и он интуитивно понимал что если у него сегодня не будет много клиента необходимость заплатить постоянные затраты за сегодняшний день аренду зарплату остальным поварам окажется эта сумма намного больше чем те расходы которые он понес на угощение для клиента самый парадоксальный момент на который хочу обратить ваше внимание дырка в прилавке для того чтобы постоянно выбегать и забегать было в единственном ресторанчике только в этой маленькой китайской забегалки все остальные продавцы сидели за прилавком и ожидали своего клиента если вы подходили вас вежливо обслуживали но если вы проходили мимо никто вас не догонял никто вас не зазывал видите вот здесь очень важный нюанс необходимость потратить чуть чуть больше переменных затрат сделать блюдо больше угостить дать бесплатную чашку кофе зачастую неверно воспринимается что это мои расходы из моего кармана и вы их избегаете это очень типичная ошибка стартапах по видите поймите другое вы сегодня упоминали постоянные затраты злые собаки в конце дня когда вы подобьете результаты своей работы вы поймете пассивность нежелание увеличить переменные затраты ради привлечения клиентов приведут к тому что ваш день оказывается убыточным будьте проактивны если у вас мало клиентов никогда не сокращайте блюда делайте его больше если у вас мало клиентов выгоните своих продавцов своих официантов на улицу заставьте их раздавать блюда да это увеличит переменные затраты но пришедшие клиенты снизят постоянные затраты на единицу не погашая не оплачивая не покрывая маржинальным доходом постоянной затраты вы будете находиться в убытках посмотрите предыдущие ролики которые мы рассматривали обратите внимание на ролик по рентабельности собственного капитала и поймите главную истину быть каждый день не работая с еще одним еще одним клиентом теряете самый главный самый дорогой ресурс который у вас есть время а делая какой-то вывод в общем сегодняшнем ролике можно сказать вы теряете шанс заработать деньги итак вывод я призываю вас к пониманию очень простой истины если с утра у вас нет клиентов это не значит что вы должны сделать оставшимся клиентам порции меньше потому что иначе у вас сегодня будут убытки нет ни в коем случае сделайте порции больше вынесите часть еду угостите на улицу я конечно говорю отчасти в переносном смысле обслуживайте часть клиентов бесплатно оказываете предлагайте особенно свои услуги массе клиентов бесплатно для того чтобы они привели новых клиентов не экономьте на переменных затратах больше клиентов создадут у вас так называемый эффект масштаба вам легче будет прокормить голодных собак покрыть затраты постоянные затраты будьте проактивны и вы будете уникальным стартапом вы сможете расширяться расти вы создадите ту бизнес-модель которые будут подражать и копировать ваши последователи